Друзья, всем от культ привет! Я нахожусь в студии у Андрея Павликова, он же математик МГУ, он же Хитман. Мы с ним большие друзья, часто записываемся вместе, и вот сегодня именно из его студии я решил записать долгожданные новости, которых не было уже 100 лет у меня на канале. И первая новость сейчас. Я предоставлю слово Алексею Николаевичу Горбачеву. Привет, Леша, дорогой, привет! Но вы его можете знать на самом деле. Все, кто ездил в Сириус последние несколько лет, Алексей Николаевич знает, потому что он был исполнительным директором Сириуса. А сейчас... Ну давай громко, это громко сказано, руководителем направления наука у нас. Ну руководителем направления науки, да. Руководитель Сириуса все-таки Елена Владимировна. Ну это понятно, нет, я всегда путаю должности. Короче, замом Елены Владимировны Шмелевой. Да, да. Вот. Ну а сейчас работает, сейчас зам на месте Алексея работает другой мой прекрасный друг, Антон Гусев. Антон Сергеевич, да. Да, там все прекрасно, а Алексей пришел на новую работу. Куда? В Школково, да, в Школково. Заниматься направлением математических кружков. Я считаю это дело очень важным и богоугодным, что называется. Поэтому готов предоставить этому первую полосу наших новостей. Итак, что за кружки? Смотри, идея в следующем, что... Я делаю вид, что я не знаю, да, хотя у меня в Камском мат-центре идут эти кружки, но расскажи, расскажи. Собственно, с Камского мат-центра все и началось, да. Вообще идея в том, что хочется сделать кружки вообще в каждом городе, в каждом регионе, в каждом районе, чтобы вот дети могли, имели возможность заниматься математикой. У нас же детей, на самом деле, которые имеют способности к математике, много. Не надо думать, что у нас есть ЕГЭ, мало высокобальников, 5%. Когда ребята пишут олимпиаду в 4-5 классе, мы видим, что у нас 15-20% детей показывают нормальные, хорошие, приличные результаты, могут решать задачи. В этом возрасте могут решать задачи. Потом уже понятно, что не хватает времени, обучение и так далее. Суть. Надо делать кружки. Вот мы делаем кружки. В каждом городе. В чем суть? Очно-заочная. То есть обязательно очная часть. Обязательно есть преподаватель, который эти кружки, этот кружок ведет. На месте ведет. У себя, в маленьком городе, деревне, где угодно. Да, да. И чтобы он мог вести кружок, мы делаем кружок из нескольких частей. Во-первых, для очной части мы преподавателю даем все-все-все материалы. То есть полный набор листочков. С заданиями математическими. Да. То есть как вообще проходит кружок. Чтобы не сам учитель выдумывал. Некоторые учителя не знают, как они выдумывают эти задания. Они берут просто готовые задания. На самом деле это самое сложное же для учителя. Для учителя что самое сложное? Две вещи в кружке. Понять, что нужно делать на кружке. Как вести, ну вообще, содержание кружка. Оставлять листочек – это огромная, тяжелая работа. Для того, чтобы эту работу облегчить, вот мы даем все-все-все материалы. Задания, решения, видео с теорией. То есть под каждый листочек есть видео с разбором просто того. Решение и видео с разбором. Понимаете, да? То есть если даже вы чувствуете себя немножко не готовыми сами решать, да? Вы подрастете, ваш профессиональный уровень очень хорошо вырастет, когда вы посмотрите разборы и поймете, о чем вообще, что там происходит. Это все сделал вот за несколько лет. Сейчас это сделал Дима Белов. Он, собственно, член жюри Всероссийской Олимпиады. Сам победитель в прошлом Сероса. То есть он имеет очень высокий уровень. Собственно, у Школковой есть изначально, уже несколько лет последних, есть кружок дистанционный 4-7 класс. Но понятно, что далеко не все дети могут учиться исключительно дистанционно. Очень маленький процент детей на самом деле. Потому что там много факторов. Влияние родителей. Да, это всем очевидно. Да, можно даже. Вот. Поэтому вот такая очень заочная форма. А в чем фишка? В чем, почему заочная часть? У ребенка есть, кроме очного занятия, еще как минимум три пункта. Конечно, теория. Теория – это когда он смотрит по видеотеорию, которую записал Дима Белов. Это хороший, качественный разбор материала перед тем, как решать задачи. Это буквально 10-15 минут, но становится существенно более понятно, как к этим задачам подходить. Второе – это разбор. Уже все листочка. То есть как учитель получает теорию разбора, так и школьник получает теорию разбора. Уже разбор после того, как листочка он прорешал. То есть можно посмотреть решение. И самая главная часть – это индивидуальное занятие с онлайн-преподавателем, с опытным олимпиадником. Чаще всего это студент, который прошел всю эту олимпиадную цепочку, победитель-призер уровня, человек-победитель-призер всероссийской олимпиады. И вот это очное индивидуальное занятие, оно очное, но тем не менее в формате онлайн, face-to-face. Поэтому тем самым парам учителю мы ставим тоже опытного, хорошего студента-олимпиадника. И вот такая связка учитель плюс студент-олимпиадник дает возможность и ребятам давать максимально. Потому что вот как у нас происходят кружки, дети решают задачи, сдают. Сколько реально у ребенка есть времени на общение с учителем? Ну вот кружок 15 человек, там, длительность пускает час-полтора. Ну да, с моряскок, если один ведущий, то он не очень много. Да, один ведущий, да. Ну сколько он там, 5-10 минут. А вот тут полчаса работы один на один. То это фактически как занятие с репетитором. Вот если хочется занятия с репетитором… Только интересный очень, потому что это не на точке на одни и те же задачи, а это объяснение того, как работает олимпиадная математика. Да, да, да. Это фактически… Фактически на 5 классе это просто настоящая математика. Как есть. Собственно, сдача вот таких задач. Все. И вот таким образом получается хороший, качественный кружок. Сейчас уже у нас, ну, я скажу, что у нас уже 70 кружков таких. По стране 30 регионов, более того… Сколько у нас, вот где я командирую в Камском математическом центре? Два десятка. Двадцать из них мы сделали в Татарстане в Камском мат-центре, а потом уже ребята начали делать. Я там некоторые контакты я дал, но в основном уже это контакты Алексея. Да, да, да. Кружки разбиваются, это очень круто. Значит, наверняка здесь будет вопрос, насколько это дорого, потому что понятно, что это не государственное дело, и все равно там какие-то деньги собираются. Но вот в Камском… Сколько в Камском это стоит? Тысяча двести, если участвуешь? Или полторы? Нет, там полторы для тех, кто что-то еще берет. Ну, в общем, это в районе между тысячей и две в месяц. Месяц. Мы к каждому региону подходим, к каждому ситуации подходим индивидуально. Ну, то есть понятно, что это действительно государство здесь пока денег не дает, хотя там есть идеи, как это можно пытаться реализовать с поддержкой. Если кто-нибудь раскошелится, он будет бесплатно. Да, да, да. Опять же, где-то… Государство или бизнесмен раскошелит. Да, да, да. Нам в Татарстане помогает очень хороший бизнесмен Рамин Мавлютов, поэтому там это становится несколько дешевле. Да, да, ровно такая идея. Вот. Стоимость, ну, вот колеблется реально, там, ну, максимум, там, две с половиной тысячи, ну, плюс-минус. Вот, две с половиной, там, если кто-то хочет из учителей… В месяц, чтобы все понимали, что это в месяц, да. То есть, понимаете, это четыре занятия для ребенка, четыре очных занятия и четыре индивидуальных. На самом деле, это… Ну, это, как бы, каждый будет решать, дорого или дешево. Но, понятно, что если сравнивать с всякими репетиторами, то это даже рядом не стояло. Да, 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 конечно. В этом-то и идея, что, как бы, тут индивидуальное занятие по цене групповых. А с другой стороны, мы понимаем, что в каких-то регионах, например, там, в Донецке, ну, там, в Донецкую республике, мы… Просто бесплатно делаете, да? Конечно. Молодцы. Молодцы. Там, где… Взяли на себя роль Министерства просвещения и молодцы, и что тут сделаешь? Ну, там, где родители, мы понимаем, что не могут платить, если там, условно говоря, село 500 человек, там, ну, делаем там либо ноль, либо там минимальная цена 500 рублей. Да, в принципе. Ну, там, грубо говоря, сделаем там минимальную цену, только, на самом деле, цена для того, чтобы просто родители немножко ощущали для себя ответственность. Ну, как бы, вот они повели ребенка на кружок, заплатили 500 рублей в месяц. Ну, понятно, что вот тоже такая схема. Где-то делаем бесплатно, ну, потому что просто есть традиции, там, где-то это, чтобы, ну, не платили. Вот такая схема. Ну, да, это, так сказать, низовой ответ происходящему, делаем пока что можем собственными руками, вот, а над глобальным уровнем мы все время работаем в родной школе, вот. Ну, и, собственно, если будут какие-то вопросы, смотрите, Алексею можно написать вот в комментарии к этому видео. Да. Я Алексею дам скид, ссылку на этот самый, ну, на видео. И Алексей ответит на все возникающие вопросы, вот. Ну, соответственно. Ну, собственно, я хотел сказать, что для учителей мы все это делаем абсолютно бесплатно. Понимаешь, что для учителя это не только делаем бесплатно, но, во-первых, мы... Вы же платите, да, что-то учителя? Да, организационно помогаем. Мы вот просто на всех этапах мы помогаем организационно открыть кружок, понять, что нужно делать. Методически помогаем. У нас есть для каждого учителя, мы пригласили, сейчас у нас вот как раз система повышения квалификации, во-первых, вместо того, чтобы проходить ненужные повышения квалификации за бумажку, мы сделаем, вот вы работаете как бы на кружке, там, стоите. Зачесть можно, да, будет? Да, это можно зачесть как повышение квалификации полноценно, это вместе с Атыгейским университетом. С Додом Казбековичем мы сделали. Да, это там, где мое основное место работает. Да, да, так что все это, то есть можно это зачесть. И плюс еще мы за это платим. То есть не вы платите за повышение квалификации. Не, ну, да, то есть за проведение кружков, кроме повышения профессионального уровня, вы еще получаете некоторые небольшие, но определенные деньги. Да, 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 да. Вот такая схема. Поэтому вы можете регистрироваться, можете там, писать нам, подавать заявки. Если не можете сделать, открыть кружок сейчас, вы понимаете, что нет времени, сил и так далее, можно открыть кружок в начале учебного года. Да, в сентябре. Мы еще напомним ближе к делу. Да, 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 в сентябре отлично. Сейчас у нас куча интересных лекций, как раз посвященные этому. Там вот в ближайшие дни и Сухов рассказывает о том, как вообще все устроено, система Олимпиад. И были лекции от Дауда Казбековича, от Максима Яковлевича Протусевича, да, и от Назара Хангельдевича. Это, мне кажется, интересно. И можно послушать, можно посмотреть материалы. Мы с радостью всем материалы даем. Супер. Алексей, дорогой, спасибо огромное. Это была первая наша новость. Да. Лешу, наверное, отпустим. Да. А я сейчас вам перечислю все остальные новости, которые здесь будут. Ну, не могу я не похвастаться, либо наоборот, поплакаться в жилетку. Прошел я в этом году в возрасте 50 лет, 105 километров за один день, но прошел за 18 часов. Зачетные 100 с небольшим занялись 17 часов 15 минут. Я едва-едва с самой первой электрички попал на самую последнюю или предпоследнюю. И, конечно, уже ясно, что в ближайшие годы я за сутки, это, ну, за означенное между первой и последней электричкой время проходить не смогу. И либо вольюсь в компанию тех, кто проходит это за сутки и выезжает на первой электричке следующим, как бы днем, либо прекращу ходить такие дистанции, пока еще не решил. Но пока прошел, и мой отчет доступен по ссылке здесь внизу. Увидите, это в ЖЖ, там фидишные фотографии лежат, скульптура, которую сделала моя жена, называется «Пластилиновый папа-спортсмен». Вот, ну и протокол сотенного забега, кто как прошел, кому интересно посмотреть, как все проходило. Там три этапа. Первый 34 километра, потом завтрак обед, как бы, да, потом 28 километров сложнейший этап по лесам, полям с жуткими оврагами. Это все очень плохая лыжня. Это не нарезанная вбитца трасса, вы понимаете, да? Это совершенно разгильдяйская лыжня, которую сами, значит, лыжники кладут, да еще всю ночь шел снег до этого. Вот прямо в ночь перед сотней. У всех результаты очень плохие. И последний, соответственно, около 40 километров до финиша. Вот, протокол, ну и все в ЖЖ, все написано. Так, значит, следующее. Я хочу призвать, друзья, всех. Как-то обнаружился, кажется, небольшой уход с Бусти. Возможно, это связано с тем, что народу не нравится плохой звук, при том, что мне уже подарили хороший. Здесь надо попросить прощения за то, что я не могу просто с собой его все время таскать. То есть я хороший звук использую там, где получается взять его с собой. Но когда я приезжаю в другие города, я не могу все время возить с собой это. У меня просто не влезает все в сумку. Вот, поэтому как бы не все видео хорошего звука. И тем не менее, все-таки канал требует много сил и времени. И вообще вся моя деятельность, в общем, она сильно зависит от того, что вы мне будете помогать. Поэтому я прошу не убегать с Бусти, никого. А наоборот, на Бусти приходить еще и еще. Вот, тогда все будет отлично. Я буду продолжать деятельность. Напоминаю, у меня там около 10 иждивенцев. Так что здесь как бы дело серьезное. Надо Алексею Владимировичу и его семье помогать. Деньги я не транжирую. Это идет, в общем, на нужды нормальные. Так, дальше. Продолжается деятельность у нас в родной школе. Мы там готовим определенные документы, как можно было бы спасать образование и какие меры в первую очередь принимать. Идет со скрипом, конечно. Честно скажу, что чиновники все эти годы были настроены на как бы, ну, на имитацию процессов. А сейчас, ну, вот их встряхивают, пытаются сделать так, чтобы они вместо этого все нормально сделали. Они просто уже забыли, как это делается или никогда не знали. Поэтому мы занимаемся этим. Мы снимаем видео на родной школе. Даже канал у нас теперь есть новый. СМП-ссылки канал на YouTube канал «Родная школа». И многочисленные интервью, в которых обсуждаются проблемы школы, как их можно было бы решить. Все на самом деле гораздо сложнее, чем можно себя представить. Гораздо сложнее, чем формула, что там кто-то все взял и развалил вопреки всему. Все гораздо сложнее. Просто честно сразу говорю. Так что присоединяйтесь к родной школе. Будем вместе возрождать наше отечественное образование. Вот недавно было видео с Шереметом на Кейте в Екатеринбурге про это. Вот. Так. Дальше. На степике мы начали тоже вкачивать 100 уроков математики мои, которые мы снимаем вместе с фондом «Дети и наука» под, значит, при активнейшем финансировании Рамиля Мавлютова, моего друга и бизнесмена из Татарстана, который взялся этот проект доделать и доделает. Я надеюсь, что мы его добьем. Года за два уже совсем. И теперь еще и на степике есть. Кроме того, на степике есть, как я напоминаю, курс «Математика для всех». Дальше, значит, курс по теории игр, который пропал почему-то с нацплатформы открытого образования, он находится на канале Саши Филатова. Вот здесь, вот тут смотрите. Ну или в ВК, там где-то. В общем, короче, по ссылке есть мой курс по теории игр целиком. Вот. Имейте в виду. Проходите и проходите его. Так, Квантландия. Второй тур. Регистрируйтесь, проходите. Второй тур Квантландии, а мы скоро снимем снова, как я ее решаю. С листа на канале Акарцета. Дальше. Значит, мы хотим провести, ну не мы, мои друзья, под моим научным руководством, скажем так, хотят провести некую школу Арнольда. То есть школу, где будет такая вот живая, видимая математика, которую можно пощупать руками в духе вот этой книги, введения в настоящую математику. Ну, я не знаю, смогу ли я поучаствовать, но я даю добро, я прямо полностью это вдохновляю. Но пока ребята не сформулировали четко, где будет, как будет проходить и будет ли вообще проходить. Поэтому сейчас я пока просто хочу обратить внимание, что такая инициатива есть. Пока не могу гарантировать, что получится все и получится ее сделать. Но это будет в следующих новостях, если получится. Если получится, то следите здесь. Вот. Дальше, значит, так, это я сказал. И у меня идут гастроли, гастроли, гастроли. Непонятно, где можно войти, где нельзя. Считается, что очень сильно ужесточились условия для входа внешних людей везде. Значит, и, соответственно, вот по школам вообще практически запрещают вход внешних. Поэтому по школам я уже в основном езжу. Но все-таки одна открытая лекция скоро будет, совсем открытая. Только по ссылке регистрации надо зарегистрироваться. Зеленоград, 21 марта. До этого в Майкопе куча всего, это я в ВК напишу. В Майкопе будет 13, 14, 15 марта все. Но это я в ВК, перед самым выездом, просто имейте в виду майкопчане, все адыгейцы, вообще все с Кавказа, ну и там рядом будет Кавказская матриимпиада, я буду там активно участвовать, интеграл по городу, лекцию читать, семена проводить, все на свете. А потом Зеленоград, 21 марта, в Миете. Да, и потом даже я в филаренческий храм забегу, видимо, но это так, там лекции, наверное, не будет, просто пообщаюсь с прихожанами. Так, значит, дальше будет, так, в Петербурге будет много чего, в том числе будет в еврейском культурном центре. Сейчас я пытаюсь понять, можно ли сделать, чтобы был бесплатный вход, но даже если он будет платный, я думаю, что он будет не очень дорогой, так, честно говоря. Вот, поэтому приглашаю в любом случае всех третьего вечером, третьего апреля в еврейский культурный центр. Дальше, в Нижнем Новгороде мы, кажется, всех зовем в Нижегородский университет 25-го, вроде там можно войти по регистрации, кажется, всем желающим. Так, до этого что будет? Так, до этого мы уезжаем на каникулы с семьей, может быть, будет Петрозаводск, точно будет Татарстан 17-18 апреля. Но, в общем, смотрите, в апреле будет огромное количество выездов. Пожалуйста, просто следите за новостями в ВК. В ВК математика просто. Это место, где выкладываются новости о всех моих гастролях, на которые можно попасть. Не забывайте туда постоянно заглядывать. Иногда я последний день публикую, потому что у меня просто нет ни одной минуты. Так, в мае 6-го или 7-го буду на Звенигородской биостанции на Филипповской школе выездной. В мае там Белоруссия будет в мае, снова Майкоп, Ярославль, по-моему. Короче, это позже все. С гастролями покончено. Не пишите мне писем, я полностью ушел из электронной почты. Я полностью вообще ушел из интернета. То есть со мной нет обратной связи, прошу принять как есть. Приглашать меня в свой город можно, начиная где-то с конца осени. До этого расписано все. То есть сейчас некоторая естественная вынужденная пауза. Я должен просто принять хоть какое-то количество из приглашений, которые поступили и понять вообще, как действовать дальше. Поэтому пока, значит, пока надо вообще мне не писать ничего. Но если вот очень сильно хочется написать, и вы считаете, что это прям что-то сверхважное, то помощник, который смотрит на электронную почту, он мне покажет письмо. То есть если вы, ну вот видите, что это просто невероятно важно, только не надо, пожалуйста, свои тексты подсовывать под этим соусом. То есть какое-то мероприятие, которое где-то проводится в Москве, например, где вы считаете, что мне обязательно быть там в связи с родной школой, с чем-то еще, ну или там какой-то город, где я никогда в жизни не был, и у вас лежит на руках приглашение, напишите, положу в долгий ящик и когда-нибудь приму. Потому что там, где я не был, я стараюсь везде поехать. Вот может через два года, но приеду. Так, ну и остались. Последний блок новостей остался. Это новости о вышедших интервью. Но это такое количество новостей, что я только самое главное быстро пробегу. А внизу по ссылке эти самые главные предчислены, но вообще выходит там чуть не каждый день какое-то новое видео. Так, из сверхважных. Разговор с Протусевичем про ЕГЭ и вокруг. Разбор книги Водолазкина «Лавр» на худсовете, это такая программа Фомы. Так, интервью в Екатеринбурге разные, на Е1 в том числе, главный портал, на накануне.ру. А, первый выход с галочкой моей, с Мишкой много чего есть в интернете, а Галя, она первый раз вышла, мы с Галей смотрим «Яралаш» и комментируем, и еще там семейные пары, семейные и другие там семьи тоже смотрят. Вот этот ролик, посмотрите, как моя галочка, ну, по-моему, она вообще звезда этого ролика, это мое мнение, что самый главный герой этого ролика. Так, интервью Павлу Иванову, который аудио статьи дал на одном из его каналов про ситуацию в школах, такое довольно жесткое интервью, но с надеждой. Потому что надежда у нас всегда есть, надежда у нас есть, за нами правда и Иисус Христос, поэтому мы надеемся на то, что все будет как надо. А пока поможем этой ситуации собственными руками. Интервью на КубМедиа. Так, с Бояшином был какой-то выпуск, но это уже давно. Так, вышли подкасты на портале «Меня бесит» называется, а также еще один разговор, там же у них на радио где-то тоже с батюшкой, «Самарское телевидение», разговор в храме на Крови в Екатеринбурге. Ну вот, да, ну, короче говоря, конечно, интервью я не все тут указал, а, журналу «Славянка» дал интервью. В общем, интервью полно, ищите в интернете, читайте. И, пожалуй, на этом мы прощаемся с вами, потому что всего не расскажешь, но жизнь продолжается, поездки продолжаются, записи тоже будут, и следите за ВК «Математика» просто, чтобы попадать на мои мероприятия, открытые для людей. Там всегда теперь нужно регистрироваться. Нет ни одного мероприятия, где можно было бы просто войти. Сейчас такой шухер везде, как бы с этими всякими терактами и прочим, что везде все равно надо регистрироваться. Но где-то можно зарегистрироваться и прийти. Вот такие дела, друзья. Всем пока. Не знаю, забыл ли я чего-то из жизни, которая идет вокруг. Да нет, наверное, ничего не забыл. Все идет своим путем. Как говорится, все идет по плану. Все идет по плану. Маткуль, пока.